Почему нас интересует Марс, это понятно. Смотрите, это наша Солнечная система, и довольно мало места в ней, где человеку было бы хорошо. Я таким серым фоном... А, ну да, тут лазер не работает. Таким серым фоном отметил область расстояния от Солнца, где на поверхности планеты могут быть комфортные условия. То есть это та область, где на планете может жидкая вода быть. Как видите, в этой области в основном Земля находится. Чуть ближе к Солнцу жарко, чем дальше от Солнца, тем холоднее. Когда-то Солнце не так сильно обогревало Солнечную систему, оно было не таким мощным источником тепла. И Венера попадала в эту область возможной жизни. Сегодня Венера перегретая планета, там адские условия, почти плюс 500 выше нуля. Но эта область потихонечку сдвигается, и она добралась до Марса. Марс еще прохладный, но не настолько, чтобы вообще исключить всякую возможность жизни. Там средняя температура минус 60. Кто был в Якутии зимой, знает, что при такой температуре жить можно. Правда, еще нужна вода, еще нужно достаточно плотную атмосферу иметь. Вот о Марсе и поговорим, как мы сегодня его исследуем. Когда-то мы астрономы смотрели в телескоп и, в общем, практически ничего не видели там, очень далеко. А теперь мы летаем туда на ракетах. Ну, еще не мы с вами, а наши роботы, но они тоже неплохо работают на Марсе. Перелет длится примерно 8-9 месяцев, очень долго. Если на МКС можно за сутки двое попасть, на Луну за трое суток, то на Марс больше, чем за полгода. Кто уже в школе изучает астрономию, те знают. Третий закон Кеплера. Подставили сюда нужные числа, размер орбиты Марса, Земли, и вы элементарно считаете время перелета. Никак, короче, его не сделать. Современные ракеты быстрее не летают. Когда начались эти полеты? Довольно давно. У вас еще не было их по мини, а я уже ходил в первый класс. Когда первая ракета советская пыталась долететь до Марса. Не долетела. Но пролетела более 100 миллионов километров. Это было колоссальным достижением для той эпохи. Кстати, а что на этой иллюстрации? Что это такое? Марка. Я не думаю, что каждый из вас вообще когда-нибудь в жизни лизал и наклеивал марку на конверт. Сейчас это не модно, мы обмениваемся электронными посланиями. А наша школьная жизнь прошла, во всяком случае, при бумажных письмах. И марки для нас были самым оперативным методом научной информации. Телевидение еще только-только начиналось. А на марках уже даже в цветном изображении можно было показать какие-то достижения научные. Вот мы видели все, прям каждый день отправляя письма на марках. Ни наши, ни американские первые не долетали до Марса, но в конце концов долетели. В 65-м году впервые до Марса добрался в живом состоянии, работоспособном, космический аппарат. Он не умел тормозить, он пролетел мимо Марса, но сфотографировал его с близкого расстояния. Я уже в пятом классе учился, и все мои друзья ждали этого эксперимента, потому что, ну вот, ну сейчас мы увидим, какой там Марс, какие там деревья растут, может быть, марсиане бегают. Ну, на марсиан мало кто рассчитывал, но хотя бы что-то живое там увидеть, на это расчет был. Ну и что мы увидели? Мы увидели практически лунный пейзаж. Кратеры метеоритные, почти нет атмосферы, никаких рек и озер, абсолютно пустынное, безжизненное пространство. Ну и на некоторое время интерес к Марсу ослаб. Но потом, уже в 71 году, я тогда уже на первом курсе учился в университете, к Марсу впервые подлетел орбитальный аппарат. Он вышел на орбиту и несколько месяцев летал вокруг планеты, перефотографировал ее всю. И мы увидели, что ага, Марс не такая же безнадежная планета. Там есть какие-то овраги, какие-то русла рек, правда воды в них незаметно. Но раз есть овраги и русла рек, значит вода когда-то была или может быть время от времени бывает, значит там условия для жизни могут быть. Значит надо исследовать уже прямо там на поверхности. И вот что любопытно, наши инженеры решили задачу очень оригинально. Если не можешь один аппарат послать и велика вероятность, что он по пути испортится, а радиация космическая, она довольно сильно влияет на работу электроники, надо послать много аппаратов. И вот такие довольно увесистые, многотонные наши аппараты. Серии Марс полетели сразу три. Один не долетел, другой разбился о Марс, а третий долетел, вышел на орбиту, сбросил на поверхность Марса посадочный аппарат. Это вообще предмет нашей гордости. Это первая в истории посадка, мягкая посадка на поверхность чужой планеты. Мы сделали это впервые. Вообще инженеры наши в ту пору лидировали в космонавтике. Он сел сначала на парашюте, потом реактивными двигателями себя притормаживал, потом опустился на поверхность. И вот вероятно так он впервые оказался на поверхности планеты. Это маленький аппарат, он вот такого размера, как это стол, даже чуть поменьше. И раскрыв створки, выпустив радиоантенну, он начал передавать сигналы на Землю. Мы их приняли. Но одни недолго продолжались, примерно где-то 13-14 секунд, и после этого связь была потеряна. Самая правдоподобная гипотеза, почему мы потеряли с ним связь, на Марсе в этот момент была полевая буря, а там бывает очень сильный ветер, хотя атмосфера разреженная, но ветер там бывает. Я думаю, многие из вас видели фильм «Марсианин». Хороший такой, да? Видели? Да? Но немногие. Вот почему-то галерка не видела. Хороший фильм, смотрите. Так вот, он начинается именно с полевой бури, которая вообще там сдувает астронавтов. Вероятно, и он тоже пострадал. Что он там дальше делал, мы не знаем, потому что радиосвязь с ним потеряли. Если вы посетите музей космонавтики, это есть и в Москве, и в Калуге, и в других городах, то там его точная копия, даже не копия, а на самом деле образец такой заводской, и вы на нем увидите любопытную вещь. Вот это наверху, серенькая, размером с книжку, такая штука, это первый в истории марсоход. И он тогда прилетел на поверхность Марса. Мы не знаем, ходил он по Марсу или нет, но должен... Вот он тут в увеличенном виде. Мало кто знает, кстати говоря, что на этом нашем первом был и первый марсоход. Вот так он передавал сигнал сначала на посадочный аппарат, потом с него на орбитальный, а тот уже на Землю. Сложная цепочка, при такой логистике ясно, что что-то могло испортиться, и мы, в общем, потеряли с ним связь. А что должно было произойти? А вот что, его такая лапка должна была опустить на поверхность Марса, скорее всего, и опустила, и он дальше должен был вот таким образом гулять по Марсу. То есть он был в прямом смысле слова марсоход, с ножками, как у шагающего экскаватора. Тогда не было ни блутузов, никаких вай-фаев, тогда он просто по проводу тащил за собой провод и должен был связываться с посадочной станцией. Но, возможно, он и пошел. Так что этот приоритет может быть тоже за нами. В конце концов, проходили годы, это 1971 год. Очень давно. И все это превращалось в легенду. Мы даже не были уверены, а на самом деле он долетел до Марса или нет. Но недавно мы его там нашли по орбитальным снимкам. Вокруг Марса сейчас много летает космических зондов. Мы его нашли, сидит он там на Марсе. Надо вот с ним встретиться и посмотреть, почему он перестал нам сигналы передавать. Может, до сих пор там этот марсоход ходит кругами вокруг места посадки. Американцы занялись такими же полетами позже нас, на пять лет позже. И два вот таких их аппарата, Викинг-1 и Викинг-2, очень продвинутые, с ядерными источниками энергии. Мы сейчас тут вообще, да, вот у нас ядерные источники теперь летают в космос. Они удачно сели на Марс, и их главной задачей были поиски жизни. Там был манипулятор, рука механическая, она брала пробы грунта, вы видите там канавки такие прокопанные этой рукой, и анализировала их на предмет, а нет ли там микробов марсианских. Ну, никто не надеялся прямо сразу там слонов-носорогов увидеть, бегающих по Марсу, но хотя бы микробов. Оказалось, что их нет, абсолютно стерильная поверхность. Ну, теперь мы понимаем, что так оно должно было быть. Почему? У Марса очень разреженная атмосфера. У нас-то она плотная, вон облака даже, небо не видно. И нас, наша земная атмосфера, хорошо закрывает от космической радиации, а марсианская не закрывает. И космические лучи там бомбардируют поверхность планеты и убивают все живое. Поэтому на поверхности искать жизнь абсолютно бесполезно. Надо ее где-то в глубине искать. Но эти не умели. После первых полетов возникла такая альтернатива. А как дальше-то? Посылать людей или все-таки продолжать роботов? Ну, когда я был школьником, студентом, мы еще надеялись, что полетит вот-вот полетит человек. А что в особенном? Такие картинки были во всех книжках, во всех научно-популярных журналах. Ну, правда, прилетели, надули палатку и гуляем там. Ну, как в фильме «Марсианин». Вот картошку он там выращивал, да, по-моему, на Марсе. А не получится так. Так, теперь мы понимаем, что радиация и на поверхности Марса такая, что там человек долго проработать не сможет. Надо что-то придумывать. Ну, давайте по порядку подумаем. Сегодня мы можем отправить человека на Марс или нет? Хотелось бы, а возможности пока умеренные. Слева, беленькая, это гигантская ракета «Сатурн-5», которая в начале 70-х возила астронавтов на Луну. Она до сих пор самая мощная в истории космонавтики, более мощная. До сих пор никто не создал. Но были планы, однако планы не реализовались до сих пор. Ни американская, ни российская, ни китайская космонавтика пока мощную ракету нам предоставить не могут. Но сделают, я уверен, в ближайшие годы, вот Илон Маск в этом направлении работает, сделают. А на чем лететь? В чем лететь на Марс в течение почти года туда, почти года обратно? Нужен космический корабль. Вот примерно такого размера космические корабли сегодня функционируют, чтобы летать на МКС и обратно. Но, Господи, в таком можно потерпеть сутки. Вот в автомобиле можете сутки просидеть на заднем сидении? Не очень уютно, но можно, да? На Луну летали трое суток в такой тесноте, ну еще менее уютно, но можно. А на Марс год туда, год обратно почти попробуйте в таком тесном. Надо же как-то гимнастикой заниматься, там что-то делать, двигаться, выращивать, может, какие-нибудь овощи, фрукты, иначе нечем питаться в таком полете. Придумали, вот как расширить жизненное пространство для космонавтов, эта задача уже решена. Надо надувные комнаты делать, надувные кабины. И уже испытали даже на МКС вот такие надувные кабины. Они в сложенном виде запускаются, ну как палатки мы носим, да, а потом их раскладываем. В космосе их можно надувать. Эта проблема решена, а вот какая не решена. Я не буду вас сильно напрягать этими цифрами, но все-таки скажу. Космос это радиация, она нас убивает. Насколько быстро. Вот здесь разными, в разных местах. На Земле слева, в атмосфере, на МКС, это ближний космос и так далее, и так далее. Цифрой, вряд ли вы там издалека видите эти цифры, но я вам их назову. Цифрой показана, какую дозу радиации человек в течение года получает там или сям. Она измеряется в БРах, биологический эквивалент рентгена. Вот 5 БР в год, это почти безопасно, поэтому работники атомных станций больше не могут получать. Если там случайно немного облучился, все, иди в отпуск. Очень хорошая работа, да, чуть облучился и в отпуск. А космонавтам разрешают 10 БР набирать, поэтому больше года они на МКС работать не могут. А расчеты показывают, что полет на Марс с возвращением на Землю даст дозу радиации 80 БР. Это практически раковое заболевание. И даже еще менее приятные вещи, там на сетчатку глаза, на мозг оказывают влияние. Ясно, что при такой перспективе надо что-то придумать. Надо как-то защитить космонавтов. Можно? В принципе, да. Если космический корабль окружить таким резервуаром с водой 5-метровой толщины, то этот слой воды поглотит радиацию. Но весить эта защита будет сотни тонн. Ни одна ракета такую не поднимет. Значит, надо что-то придумывать другое. Теперь на Марсе. Ну, найдем смельчаков, которые скажут, а радиация нам нипочем, мы рискнем и полетим. Прилетели. А там? А там на поверхности планеты почти такая же, как в космосе радиация. Поэтому раньше мы представляли себе вот так базу на Марсе, а теперь только вот так. Прилетели, под землей чего-то там вырыли или нашли какую-то пещеру, в ней сделали убежище и сидим под землей. Туда радиация не проникает. Но тогда вопрос, а зачем сидеть на Марсе в землянке, если мы прекрасно сидим вот тут и можем по радио управлять своими марсоходами там, на Марсе. Это тоже проблема. А есть еще одна проблема, которую вообще вряд ли вы прочитаете когда-то, но я скажу, она серьезная. Сила тяжести. На Марсе надо будет работать человеку в скафандре, таком же, как когда-то работали на Луне. Этот скафандр пустотный, можно в вакууме работать. На Марсе атмосфера такая, что почти вакуум. Но на Луне-то сила тяжести была в 6 раз меньше, чем на Земле. И там 100-килограммовый скафандр, он 100 килограмм реально весит на Земле. На Луне он весил, ну сколько там, делим 100 на 6, получается у нас, спасибо. А получается 16. 16 килограмм это тоже не очень легкий груз, но подготовленные космонавты могут в таком скафандре работать. А на Марсе он будет весить 40 килограмм. Кто-нибудь ходил с таким рюкзаком 40-килограммовым в поход? Ну и как? Поделитесь впечатлением. Тяжело. А если вы еще прилетите, ослабленный в течение длительного полета невесомостью, мышцы слабые, кости ломкие, радиация вас почти до канала, а вам говорят, одевайте вот такой скафандр и вперед работать. Все это говорит о том, что на Марс тяжело будет человеку полететь. Ну а роботы работают там годами, даже десятилетиями, и прекрасно и вокруг Марса летают, и на поверхности работают. Посадка на поверхность дело непростое. Не все пока освоили эту технологию. Надо сначала с огромной скоростью влететь в атмосферу, тормозиться таким тепловым щитом, потом обычно парашют выпускают, потом там реактивные двигатели немножко помогают притормозиться. Первые луноходы их еще окружали такими надувными подушками безопасности, чтобы они брякнулись на поверхность, попрыгали, попрыгали, и потом газ выпускается из этих подушек. Ну и марсоходик вылазит из посадочной платформы на поверхность. Вот первый марсоход, который в середине 90-х прибыл на Марс. Он маленький был, вот такого размера, игрушечный. Колесики маленькие, вокруг довольно большие глыбы каменные, но оказалось, что даже вот такой мелкий, он может быть намного полезнее, чем стационарный аппарат. Он может куда-то там подползти, что-то дополнительное исследовать. Это оказалось хорошо, и дальше пошли уже более крупные марсоходы. Вслед за первым он назывался Соджорнер, потом полетели Спирит и Оппортьюнити. Два совершенно одинаковых марсохода размером, да не знаю, ну вот сами видите, с детскую коляску, там чуть покрупнее, на близнецов, знаете, есть такие коляски. Они оказались чрезвычайно живучими. Им давали гарантийный срок работы на Марсе 3 месяца. Один проработал, вот Спирит проработал 6 лет, а Оппортьюнити почти 14 целых лет на Марсе. Это без ремонта, без участия человека, в условиях радиации. И вообще, какие перепады температуры на Марсе днем, на солнышке, грунт иногда нагревается, даже бывает плюс 10, плюс 15 градусов. Ну, это вполне как сейчас на улице. Но солнышко за горизонт, быстро остывает все, и к утру там минус 80, например. И вот так каждый день там плюс 0, плюс 5, плюс 10, минус 60, минус 80. Голосальные перепады температуры. И он очень хорошо поработал. Ему повезло, он сел на совершенно ровном месте, песочек, плотный песочек такой. И видите, даже части этого посадочного устройства, этот тепловой щит, он довольно массивный такой металлический щит, упал на песок без всякого парашюта, но никаких ям там не оставил. Значит, песок достаточно плотный. И потом побежал этот Оппортьюнити, и 40 с лишним километров набегал. Но он вообще-то не гоночная машина, он научный аппарат, поэтому много ему не надо было пройти. Он там много исследований провел. Это доказало нам, что надо на Марс посылать самодвижущиеся аппараты. И сегодня вокруг Марса работает много, и спутников вокруг летает, и на поверхности кое-что работает. Вот сегодня три марсохода там работают. Вот эта картинка тоже очень неприятная. Это статистика удач и неудач. Вы видите, те, что не долетели, и те, что долетели. Каждый второй полет на Марс оказывается неудачным. По разным причинам. Электроника выходит из строя, либо программы неправильные. Были удивительные совершенно ошибки. Например, в США еще довольно часто используют не километры, метры, а мили. Ну и, соответственно, доли миль. И вот написали программу для управления полетом космического аппарата в километрах, а начальные данные загрузили в милях. И он, конечно, вместо того, чтобы сесть, вырезался в Марс, потому что не те совсем были масштабы в программе. Вот такие элементарные ошибки. Да кто из нас не допускал ошибок? Но тут каждая ошибка обходится в миллионы долларов, потому что аппараты очень дорогие. Так что надо аккуратно не ошибаться. Но ошибаются. Поэтому каждый второй полет был неудачным. А это значит, что запускать человека при такой статистике удачи и неудач, ну это тоже было бы неразумно. Глядишь, не долетит. А Марс очень интересная планета. Его надо исследовать. Посмотрите, самая большая гора в Солнечной системе на Марсе. Это гора Олимп. Ее поперечник, это сейчас мы сверху на нее смотрим, а вот можно сбоку посмотреть. Поперечник 500 километров. Она так размером с Францию примерно. А высота 26, там почти 27 километров. Более крупных гор мы не видели. У нас на Земле какая самая высокая гора? А высота? А высота? Вот, юный человек знает. 9 километров, да, давай округлять. 9, а на Марсе почти 27, в 3 раза выше. А почему на Марсе почти в 3 раза выше, чем у нас, может быть, гора? Конечно, он тоже правильно сказал. Гравитация меньше. Да, горы могут быть выше и не проламывать кору планеты своим весом. Или, например, гигантские каньоны. Вот этот вот шрам на поверхности Марса, это такой огромный разлом. Наши эти гранд-каньоны в Аризоне, это мелочи по сравнению с марсианскими. Они очень глубокие. Кстати, карты, вот эта карта Марса, более детальные, чем карты Земли. Кто из вас пользуется, вот Google Earth, такие карты хорошие, так эти точнее марсианские. Там нет атмосферы, все видно очень хорошо из космоса. И этот каньон, в некоторых местах его глубина достигает 7, даже в некоторых местах 8 километров. Туда наш Эверест просто можно положить, и он скроется почти целиком. Геологи мечтают погулять вот по таким каньонам, но пока ни одной посадки автоматических станций туда не было. Но еще больше привлекают русло рек. Посмотрите, это же натуральные речные русла. Там даже приток вот внизу слева, видно маленький приток такой идет, потом впадает в большое русло. Русло есть, а воды нет. Куда девалась марсианская вода? Ну, часть ее может быть в этом стакане. А остальная куда? Остальная улетела в космос. В основном Марс теряет свою атмосферу и водяную оболочку, ну, пары воды. Они улетают в космос, потому что магнитного поля нет у Марса, оно не защищает атмосферу, ну, и сила тяжести маленькая. Но значительная часть воды замерзла. Средняя температура на Марсе минус 60, поэтому там, в общем, вечная мерзлота в основном лежит. И вода, конечно, под грунтом замерзла. Расчеты показывают, что когда-то Марс был богат водой, более плотную атмосферу имел, она удерживала тепло у поверхности планеты, и там были более благоприятные условия. И на севере, вот почти все северное полушарие Марса было покрыто океаном. Но сегодня уже этого океана жидкого нет. Сегодня поверхность Марса вот такая красноватая, там очень много окислов железа, феррум 2О3, феррум 3О4, ну, обычная окисленная ржавчина по-нашему. И такой красноватый оттенок имеет, поэтому мы Марс называем иногда Красная планета. Но все-таки ветер дует, пыль носит, иногда такие вот вихри гуляют по поверхности Марса, доставляя свои следы на песчаной поверхности. Ветер дует, значит, возникают какие-то барханы, и тут ничего удивительного нет, и у нас такие же барханы в пустыне. Или дюны вот такие песчаные, когда по каньону гуляет ветер, туда-сюда дюны. Иногда трудно отличить марсианскую поверхность от землёй, от земной, настолько они схожи. Ну вот, если бы я вам сказал, что этот кадр сделан на Земле, где-нибудь там в пустыне Гоби, мы бы сказали, ну да, конечно, а что, у нас на Земле такой пустыни полным-полно. Не этот Марс, но, правда, очень похож на нашу земную пустыню. А вот это не похоже. Кто-нибудь на Земле видел такую структуру? Она вообще неизвестно, что. Вот что она нам напоминает? Вот скажите, пожалуйста, какое первое впечатление? Пузыри какие-то. Пузыри? А мы спросим, да? А? Лаву? Лаву? Вот такую лаву. Не знаю. Школьники, когда не пообедали, говорят, что шоколад напоминает. Вот. Сейчас, секунду. Добеду. В общем, я не знаю, у каждого свои какие-то впечатления от этого, но на Земле мы не видим. Потрескавшаяся Земля. А, такыры, да, такие? Да, ну да, ну может быть. Но учтите, это полкилометра размером этот кадр. Это такие солидные штуки. Вот. Так что Марс оригинальная планета. Или вот такое вы видели на Земле когда-нибудь? Белые и черные какие-то образования на поверхности. А на Марсе они есть. На Земле я не знаю, я не встречал таких. Кратеры метеоритные. Там много метеоритных кратеров. Планета старая, атмосфера разреженная, дождей не бывает. И кратеры там миллионы лет живут. Вот к этому кратеру подъезжал марсоход Opportunity. Он гулял вокруг кратера. Если приглядеться, вы там такие светлые черточки видите. Это следы его колес. Он ездил вокруг кратера, фотографировал его сверху. Но внутрь туда его, конечно, не спускали. Потому что колесики маленькие. Он оттуда не выберется, если спустится. Нам бы хотелось найти на Марсе воду. Где вода, там есть возможность жизни. А найти жизнь внеземную, это мечта всех биологов. Какие-то признаки воды есть. Вот, пожалуйста, стенка, ну такой откос оврага. И вы видите, там темные змейки. Очень похоже на ручейки, ну как сказать, вешние воды. Когда солнышко пригревает. У нас иногда в Сибири, вот в Якутии, вечная мерзлота оттаивает. И тоже по стенкам оврагов стекает такая жидкость. Или вот, пожалуйста, три кратера метеоритных. Маленький, большой и средненький. И общее ровное дно. Ну что это, если не замерзшая вода? Ну почти очевидно. Просто ничем другим, кроме ледяной поверхности, это быть не может. Так что вода есть, но она всегда там либо снегом, либо льдом, либо как-то еще. Ну вот, пожалуйста, полярная шапка марсианская. У нас на севере и на юге в Антарктиде и в Арктике есть такие полярные шапки. И на Марсе они есть. Правда, они не всегда, вернее так, не целиком состоят из замерзшей воды. Верхняя часть, самая вот эта вот пипочка, кепочка, там холоднее всего и там замерзшая вода. А по краям полярной шапки там замерзший углекислый газ. Дело в том, что атмосфера Марса состоит из углекислого газа. Кислорода там нет. И зимой при низкой температуре он просто падает на поверхность в виде снега. И зимой полярная шапка большая, а летом она оттаивает и остается только центральная часть. Там вода замерзшая. Но ее довольно много. Полярная шапка там в центре 3 километра толщину имеет. Ну, как у нас в Антарктиде. Так что замерзшей воды там много. Вот этот космический аппарат, небольшой, Феникс, его посадили туда, вот голубая точка вы видите, туда, где зимой полярная шапка лежит. Но его летом посадили, она оттаяла, и поверхность была сухая. Он сел, у него механическая рука была, он покопался там. И, пожалуйста, вот этим своим маленьким экскаваторщик, экскаватор, ну, как сказать, лапкой такой, вырвал небольшую траншейку. И вода под слоем пыли, буквально там 15 сантиметров толщиной, обычный водяной лед лежит. То есть, есть вода на Марсе, но она замерзшая, на поверхности холодно. Но мы знаем, что если опускаться в недра планеты, то там всегда теплее, чем снаружи. И на Марсе тоже. И та вода, которая лежит снегом наверху, она может быть вполне жидкой там где-то на глубине. Самое интересное открытие по поводу поисков жизни на Марсе было сделано в 2009 году. Тогда в телескоп из Земли мы увидели вот этими яркими пятнами, показано, в атмосфере Марса следы газа метана. А метан это продукт жизнедеятельности микробов всяких разных. Откуда там микробы? На поверхности они бы не выжили. Значит, они где-то прячутся, где-то под поверхностью их надо искать. А как их искать? Бурильный автомат туда никто еще пока не доставил. Оказывается, для этого и не нужно бурить, а нужно просто подумать. На некоторых фотографиях мы обнаружили пещеры на Марсе. Такие вот колодцы, которые уходят в глубину. Смотрите, какой колодец. Его диаметр 150 метров. Это вообще стадион целый. И туда можно было бы залезть и посмотреть, какие там пещерные ходы, какие-то разветвления. Ведь в пещерах не только хороший климат, повышенная влажность, там радиации нет. Поверхность, толстый слой земли прикрывает вас от космической радиации. Эти пещеры напоминают наши карстовые провалы. Знаете, карст это вот когда подземные воды там вымывают грунт, а крыша обваливается. Это тоже Марс. Мы видим, что такого карстового типа эти пещеры. На Земле такое сплошь да рядом бывает. Даже там, где не хочешь, они иногда образуются. Я несколько лет назад был в такой пещере на Земле, у нас тут, не на Марсе. И увидел, что жизнь там вполне благополучная. Спускаешься в такую пещеру, там влажно, там хорошо, нет перепадов температуры, зелень, всякие микро... Ну, жучки, паучки там бегают. Если такие же условия на Марсе, то это лучшее место для поисков там жизни. Вот эта пещера, где я был, она сначала к колодцам идет, а потом горизонтально. И там место полное, озеро даже есть. Мы рассчитываем, что на Марсе примерно такая же ситуация, но как туда попасть? У нас на Земле пещеры бывают не только карстовые, бывают еще вулканические, но нам-то все равно. То ли их лава проделала, то ли вода проточила, нам все равно. Если на Марсе есть такие укрытия, значит, жизнь в них может сохраняться. Как туда попасть? Можно, конечно, так, но это рискованно. Это на Земле так можно, потому что они потом там парашюты открывают. В Южной Америке есть такая глубокая пещера. На Марсе это дело не пройдет. Надо каких-то спелеологов вызывать. И вот висят объявления, требуются марсианские, как сказать, специалисты по попаданию в пещеры. У нас на Земле это очень сложное дело. Я не знаю, многие ли из вас лазили по пещерам, но поверьте, это нелегко, даже без скафандра. А уж в скафандре, наверное, совсем было бы тяжело вот так вот лазить по пещерам и что-то там исследовать. Поэтому мы рассчитываем, что инженеры изобретут маленьких проворных роботов-спелеологов, которые могут вот по пещерам марсианским как-то пробираться. Пока наши марсоходы не очень приспособлены к этому. Они хорошо бегают по поверхности. Вот сейчас на Марсе работает два таких больших марсохода. А первый уже давно туда, 10 лет назад почти прилетел. Это Curiosity. Очень хорошая, большая машина, но довольно громоздкая, какие там пещеры. Вторая прилетела год назад. Она такого же размера, тонну весит примерно на Земле. На Марсе поменьше. Это Perseverance. Его задача бегать тоже по поверхности, собирать образцы марсианского грунта, запаковывать их в такие контейнеры титановые и потом отправлять на Землю. Есть такой проект. Через несколько лет ракета соберет марсоход все эти образцы с Марса. Может быть, ракета оттуда стартует к Земле и мы получим впервые образцы марсианского вещества. Но это все будет не скоро, может, лет через 5-7. Но вот что интересно. Perseverance привез год назад маленький вертолетик на Марс. Почти не было шансов, что он полетит, потому что атмосфера крайне разреженная, ему там не на что опереться своими винтами. Но полетел. Это очень приятно было, что все-таки могут вертолеты на Марсе летать. Полетел и летает уже целый год такими небольшими перелетами, небольшими прыжками, заряжается электричеством от солнечных лучей. И оказалось, что на Марсе можно летать. Но если можно летать вверх, значит, можно и вниз летать в пещеры. Они большие, глубокие. И у меня большая надежда, что вот такой или подобный вертолетик в ближайшее время сможет опуститься в марсианские пещеры. Неожиданно было, что полгода назад на Марс сел впервые китайский аппарат. С него съехал китайский марсоход. Даже селфи сделал. Он так отвез камеру, поставил ее, вернулся на место и вместе с посадочной платформой себя сфотографировал. Китайцы молодцы. Они в последнее время увлеклись космическими исследованиями. На Луну неоднократно летали их роботы. И вот впервые на Марс прилетели. Мы исследуем, как можем, Марс. Несколько лет назад, три года назад, туда опустился стационарный аппарат, впервые попытавшийся проникнуть в марсианское недро. Не очень глубоко, метров на пять. У него такой, как его назвать, крот маленький, самозабивающийся такой вот гвоздь был. Но не получилось в твердый марсианский грунт, в вечную мерзлоту, не так-то просто чего-нибудь забить. Мы рассчитываем, что вот этот новый аппарат сможет просверлить поверхность Марса и с определенной глубины в несколько метров достать, впервые достать образцы грунта, в котором могут быть живые организмы. Это наш совместный с европейцами российско-европейский эксперимент. Экзомарс. Наша ракета, наша посадочная платформа. Европейцы делают вот этот марсоход. И все было хорошо, пока мы не поссорились на днях со всем цивилизованным миром. Причину вы этого знаете. И буквально сегодня европейцы сказали, не полетим мы с вами на Марс. Кстати, и на Луну тоже. Самые последние сведения о нашей потерянной дружбе с европейскими космическими исследованиями. Очень жалко. Я надеюсь, в конце концов, любая война кончается миром. И мы с ней вновь начнем совместное исследование. Но пока, пока врозь. Ну а теперь полет человека давайте обсудим. На кого можно рассчитывать? Вот, пожалуй, единственный человек, на которого можно рассчитывать в смысле полета людей на Марс. Илон Маск. Он, конечно, фантазер. Но он миллиардер. Он самый богатый человек сегодня в мире. И хороший инженер. И у него хорошая команда инженеров, которые создают уже много чего прорывного. Не только электромобили, но и хорошие ракеты. И вот в 16-м году Илон Маск объявил, что будет делать самую мощную в мире ракету. Рядом с ней справа нарисована ракета Сатурн-5, на которой летали на Луну. А он обещал в 16-м году сделать гораздо более мощную, которая отвезет людей на Марс. Идея хорошая. Это должна быть такая многоразовая система. Прилетели на Марс, заправились топливом, полетели на Землю, заправились топливом. И вот как автобус туда-сюда. Билет сразу становится гораздо более дешевым для полетов на Марс. И многие могут себе... Не обращайте внимания. Он своим делом занимается, а мы своим. Но потом Илон Маск подумал, сказал, нет, такую большую ракету сразу не сделаешь, сделаем поменьше. Вот в серединке стоит ракета, которую он уже пытается сделать. Она называется Starship. Она очень большая. Таких еще не было в истории космонавтики. Но рядом с ней ракета Falcon Heavy, которая уже летает. И не первый год летает. И ее сделала команда Илона Маска. Так что переход от Falcon к этому Starship умеренного размера, это уже не кажется фантастикой. Ее испытывают пока вот эту гигантскую ракету. Она еще не очень хорошо летает. Ну, сначала все не очень хорошо летает, потом доведут. Я думаю, года через полтора-два она начнет летать нормально. Очень интересная конструкция, многоразовая. Может не только на Марс летать. Уже картинки красивые рисуются, как это на Марсе все будет выглядеть. Вот кого надо в пещеры-то отправить. Марсианские. Ну, посмотрим. Главная проблема – это отсутствие мощных реактивных двигателей. То, на чем мы летаем, это химические двигатели. Они сжигают топливо, выбрасывают его из ракеты, и за счет этого ракета летит. Это очень неперспективная вещь. Самый лучший реактивный, или один из лучших в мире реактивных двигателей делают в нашей стране. Он очень хороший, его покупают и американцы на свои ракеты ставят. Но это, пожалуй, все же выжили из реактивных двигателей на химическом топливе все, что они могут. А они все-таки слабоваты. Надо что-то придумывать. Но у нас же есть атомные технологии. Есть у нас атомные технологии? Есть у нас атомные технологии или нет? Есть, говорят нам атомные люди. Значит, надо сделать атомный реактивный двигатель. Более того, они уже сделаны, но их пока не решаются использовать. Потому что все-таки ракета взлетает наверх. Если в ней будут огромные запасы радиоактивного вещества, то, глядишь, иногда ракеты падают вниз. Если такое случится, то лучше бы этого избежать. Поэтому ищутся какие-то новые варианты, как сделать это безопасным. Но вообще это, пожалуй, единственная перспектива, которая позволит человеку не месяцы туда-сюда, а в течение двух-трех недель долететь до Марса, вернуться назад, там поработать. То есть это намного более мощное оборудование. Я надеюсь, что все-таки доведут атомные двигатели до кондиции. Есть электрические ракетные двигатели, очень хорошие, но слабоваты. Пока еще нет такого мощного, чтобы он человека мог отправить в космос. Пока на электрических реактивных двигателях летают маленькие роботы. Для них это идеально. Человек тяжеловат. Нам надо какие-то запасы кислорода, воды, еды брать надолго. То есть это тонны и тонны. Такие реактивные двигатели на электрической тяге не справляются. Ну, в общем-то, я рассказал о Марсе то, что хотел. А сейчас, видите, поиграем немножко. Я вам несколько загадочных снимков покажу и попробую вас проверить на знания Земли и Марса. Вот смотрите, это не загадка. Слева снимок, сделанный на Марсе. Справа на Земле. И там, и там пересохшие водоемы. Если бы не было подписей Марса, Земля, вы бы, вообще говоря, растерялись. Совершенно похожие. Такие галечка сухая лежит и там, и там. Давайте проверим. Как вы думаете, вот эта картинка где сделана? На Земле или на Марсе? А сиди, ты знаешь. Письма. Ну, громко. Кто перекричит? На Земле. Марс. Давайте проверим. На Земле. Это наша высохшая река. А вот эта? Это Марс. Согласен. А вот эта? Земля. Да, вы такое видели на Земле? А где же это может быть на Земле такое? Соляное озеро. Да, наше озеро. Баскунчак и Ильтон выглядят так же. Вот два снимка. Грунт очень похожий. Немножко верхние части разные. Давайте возьмем правую фотографию. Правая на Земле или на Марсе? На Марсе. Правильно, Марс. Да. А вот там видно, что атмосфера земная. Хорошо. Верхняя пара, тут нет сомнений. Справа Земля, слева Марс, потому что на Земле есть озера, а на Марсе их нет. Понятно. А вот дюны там и там, или барханы, ну, скорее, это барханы. И там барханы, и тут барханы. Как вы думаете, ну, левый снимок возьмем. Левый на Марсе или на Земле? Кто поближе сидит, может прочитать. Я там внизу написал. Марс слева, Земля справа. Как видите, абсолютно одинаково. Ветер дует, песок носит, барханы, дюна, и там, и там образуются. А это? А вот и не Земля. Вот ты ошибся. Это Марс. Сейчас марсоход Curiosity забирается на 5-километровую гору. Гора Шарп. И вот это он по пути делает такие снимки. Это Марсианская гора. И для геологов это, конечно, очень интересно. Видите, там слои осадочных пород. Это история Марса за последние сотни миллионов лет. Это интересно. Но для биологов это бесполезно. Биологам надо копаться вглубь, чтобы там микробов найти. А это где снимок сделан? А, ну теперь кто поближе сидит, они читают. Там написано. Альпа. Ладно, это наша Альпа. А вот это где? Хватит читать. Вы смотрите на фотографии. Красная же планета. Земля. Это Земля. Это наша пустыня. А вот это? Нет, это тоже Земля. Это тоже Земля. Сахара. Наша пустыня в Сахаре. А вот это? Конечно. Ну ты знаешь, да. Это Марс. И не просто Марс. А самая загадочная фотография, которую мы получили с Марса. Мы не можем понять, что там. Хотя похоже на какие-то кустики, на какие-то деревья. Но понять мы этого пока не можем. Надо опуститься в этом месте и посмотреть, что оно там. Но вообще марсианские пустыни так похожи на наши, что я думаю, когда-нибудь и по этим пустыням тоже побредут наши верблюды. Но может быть в скафандрах. И мы освоим Марс. И будем его изучать и с помощью роботов, и с помощью людей. Вот на этом я точно заканчиваю. И рекомендую тем, кого вообще эта тема интересует, почитать книжку, которую мы с коллегами написали об исследованиях Марса. Она перед вами, обложка. Читайте. А я благодарю вас за внимание. А я благодарю вас за внимание. А я благодарю вас за внимание.